Кульминацией этого праздничного дня сегодня стал масштабный проект «Сталинградский триумф». В Волгограде у стен разрушенной мельницы звучали песни военных лет, оживали кадры хроники. Чтобы 3D-инсталляция состоялась, специалисты заранее смонтировали сцену, установили световое, звуковое и проекционное оборудование. Мой коллега Евгений Волокитин увидел, как это было. То, что 73 года назад военные историки назвали действительно как «Сталинградским триумфом», это окружение многотысячной группировки немецко-фашистских войск и пленение фельдмаршала Паулюса, сегодня так называется музыкальная инсталляция. Здесь, прямо у стен разрушенной в годы войны мельницы Гергерда, которая, кстати, по праву считается символом стойкости защитников города, издание Музея Панорамы состоялась яркая премьера. Буквально в короткие сроки на этом поистине историческом месте была смонтирована сцена. Стоит отметить, что для красочного действия организаторы задействовали высокотехнологичное оборудование, которое позволяет создавать невероятные световые спецэффекты. А чтобы передать атмосферу военного времени, на здание мельницы и ротонду панорамы транслировались кадры военной кинохроники. У меня родители дети Сталинграда, а дедушка мой до последнего, пока не эвакуировали, здесь молол муку. Представляете, для меня всегда приход на мельницу, это всегда событие. Очень значимо, так как я родился в этом городе, вот горжусь его историей. И Сталинградская битва, это переломный момент в ходе Великой Отечественной войны, и для меня это очень значимая дата. Конечно же, большим подарком для всех зрителей, среди которых были участники Великой Отечественной, стало выступление музыкальных коллективов. Волгоград продолжает праздновать самый дорогой праздник, День Сталинградской Победы. Дед мой воевал, но правда не здесь, но воевал. У супруги тоже дедушка воевал. Так что это, как бы, нельзя, не выразишь слова. Война прошла через нашу семью, поколение. Я помню себя, девчонка, я после военного года, да, помню, совсем маленькая, ну как вот это. Это столько было слез, 2 февраля, 9 мая, это вообще вот вдовы все собирались, все вот очень значимые. Я вижу, наш город был в руинах еще, а сейчас он красавец город. И поэтому, когда идешь по этим улицам, так радость на глазах и видно, что вот. И поэтому я желаю нашим сталинградцам радости, радости и счастья. Война все дальше, но помнят о ней все большее. К сожалению, тех, кто ковал сталинградскую победу, с каждым годом становится все меньше и меньше. Но внуки и правнуки фронтовиков готовы перенять эстафету и высоко нести знамя сталинградской победы через годы и расстояние. Евгений Влакитин, Юрий Комочков, Вести, Волгоград.